СПОНСОР ПРОГРАММЫ ПАТРУЛЬ СПОНСОР ПРОГРАММЫ ПАТРУЛЬ СПОНСОР ПРОГРАММЫ ПАТРУЛЬ Теперь о дорожных сводках в округе. Всего за выходные на дорогах Ямала зарегистрировано 19 ДТП, в результате которых травмированы 5 человек. Один погиб. Ночью 1 июня водитель Тойоты, пьяный и без прав, не справился с управлением и съехал с проезжей части. В результате сам виновник ДТП и два пассажира травмированы. Также ночью 1 июня в Ноябрьске столкнулись два автомобиля. Водитель Кеа не уступил автомобилю Тойота, который ехал по главной дороге. В результате водитель Тойоты попал в больницу. Утром 1 июня на автодороге Салихард аэропорт водитель Грейт Вол при перестроении на левую полосу допустил столкновение, не уступив автомобилю ГАЗ и получил травмы. Днем 1 июня в Салихарде автомобиль КАМАЗ сбил мужчину, переходящего дорогу в неположенном месте. В результате аварии 60-летний пешеход погиб. Заместитель главы села Ярсалинская получил штраф за плохую работу. Нарушение закона выявила прокуратура. Так проверка показала, в январе этого года главе села обратилась местная жительница с вопросом о предоставлении жилья. Рассмотрение обращения было передано заместителю, который не потрудился дать ответ в установленный законом 30-дневный срок. Возбуждено дело об административном правонарушении. Суд назначил виновнику штраф в размере 5000 рублей. А свой ответ заявительница наконец получила. Рассталась со своими деньгами 30 тысяч рублей и жительница Нового Оренгоя. Правда, суд тут ни при чем. Свою очередную жертву нашли мошенники. Накануне в полицию города с заявлением обратилась местная жительница. Она рассказала, что разместила объявление о сдаче комнаты в аренду. С ней связался мужчина, который под предлогом выплаты задатка попросил ее пройти к банкомату. Там доверчивая женщина под диктовку афериста совершила несколько операций. И сама перевела лже-арендатору внушительную сумму. Возбуждено уголовное дело по статье мошенничества, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину. Максимальное наказание, по которой лишение свободы до двух лет. И напоследок горячие происшествия. Днем 2 июня в Лабытнанге вспыхнул одноэтажный гараж с квадроцикла внутри. Больше чем за 30 минут пожар был ликвидирован. Огонь повредил технику и внутреннюю отделку гаража. Вечером того же дня сгорели три нежилых вагончика. В Пуровском районе, в Новом Уренгое и в Надыме также загорелся нежилой вагончик. К этому часу у меня все новости. Будьте внимательны на дорогах, берегите себя и окружающих. До встречи в эфире.